середина сентября вроде как бы похолодало глядишь может быть начнет щука все-таки уже брать потихонечку более активно как август месяц был у нас не очень ну сентябрь прохладненько уже сегодня такой ветер волны там неплохие после работы на пару часов вырвался сейчас попробуем чё-нибудь поискать вот два моих любимых мульта одна тяжелого другая легкая половина что-нибудь большое и крупное заросли тина тина таких мест нормальные рыбаки не доплывают потому что очень много травы как я понимаю в таких местах для меня сейчас прессинга никакого нет если здесь куда стоит мы его сейчас выманем ух погодка то какая стала вот задувает а ну где щука смотри я из-за такой погоды к тебе приехал давай смотри плывет малек его ветер сдувает под водой течение потерялся боится щуку он плывет и думает щука съешь меня опа 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 красавица маленькая приятно маленькая но очень-очень-очень-очень приятно ну что родимая плыви смотри какой дождик сейчас намокнешь а все попробуем выманить еще одну такую покрупнее желательно побольше бы нам опа 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 вот это уже интересней у нас поинтереснее уже вот это мы уже вот это мы уже возьмем вот вот у нас есть такая красавица рудра должна была быть но я поставил это у нас в антенн 130 мегабас ну копия естественно китайская красавичка вот она сейчас мы сфотографируемся чтобы позлить ну или наоборот похвастаться есть у меня друзья в принципе это дальше можно поверить нормально это где-то 40 48 сантиметров ну подки локти то ну под 50 да здесь вот у меня от ручки до конца катушки 45 сантиметров короче 48 давно мои дома щуку так как рыбу мы едим эту рыбу я возьму так так отлично отлично вот этот кстати это воблер с которого я начал вообще ловить на воблера до этого я ловил до этого я ловил только на резинке это первый воблер который сделал мне рыбалку папа ловил на резинке я ловил на этот воблер папа поймал одну штуку я поймал 15 я понял что воблера это вещь так сейчас попробуем вот такой вот новый так отлично так так и так как это Субтитры сделал DimaTorzok Что сидит что-то? Красота думал трава там. А там рыба. Рыба иди сюда. Иди сюда рыба. А рыба конечно залезла в траву. Рыба у нас залезла в траву. Непонятно. Такой мягкий спиннинг. Ух. А там у нас хорошая рыба. Там у нас просто замечательная рыба. Там у нас. Там у нас хорошая. Хорошая, шикарная мамочка. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Третья. Ах ты красавица наша. Ах ты наша красавица. Вот она покрупнее. Уже такая. Уже такая хорошенькая. Уже я думаю полторашечка может быть. Он полторашечка точно есть. Вот мы ее к спиннингу прикладываем. Вот она. Большая. Ну что, вот сейчас подъедем. Подъедем. Вот там у нас есть такое местечко тоже. Выход с одного озера в другое. Там у нас растут такие красивые кувшинки. И, в принципе, рыба там тоже попадается. Потому что все-таки переход, течение в этом месте небольшое. Глубина мель. Не знаю, как там сейчас будет. Но сейчас мы еще вот здесь половим. И поедем домой. Потому что солнышко вон у нас уже. Солнышко вон там. Вот скоро уже сядет. Все-таки сентябрь в Эстонии. И это такое дело, как и октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В марте начинается чуть повеселее. А потом, а потом уже хорошо. Что ж ты меня так напугала-то, сволочь? Ой, пипец. Я не знаю, видно там или нет, но выпрыгнула уже прямо возле меня. Напугала. Ну что, вот и прошла сегодня. Я бы сказал, чудесная рыбалка. Все-таки понятно, что осень. Как-то рыба повеселее сегодня была у нас. И поклевки погода, правда, была очень сильный ветер. Даже начинался дождь, не знал, как я выплыву. Но ничего страшного, нормально выплыл. Вот наши сегодня трофеечки. Ну, в принципе, так, чувак. Как раз хорошо. Как и обещал, взял двух и поехал домой. Все, ставим лайки. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok